Это будет часть высокоскоростной дороги. Она городская, но это часть высокоскоростной дороги. И следующая остановка будет через 15 километров. Это уникальная дорога, потому что никто в мире не может на таком расстоянии разогнаться до 500 километров в час и остановиться. Подготовка земельного участка к строительству – это трудоемкий и необходимый процесс, который включает в себя ряд важных процедур. Согласование строительства занимает время, но за это время обеспечивается сбор нужных данных, согласование генерального плана, поддержка компетентной экспертизы. Это другой вариант городской системы. Она с другой логикой построена. Здесь у нас струнная фермобод, а здесь полужёсткий рельс. Он будет невысокий, его высота всего 15 сантиметров. На пролёте 40 метров. Представьте, вот рельс. Вот если обычный рельс положить на пролёте 40 метров, он сломается под собственным весом. А этот не только не сломается, он будет ровным, и по нему будет ехать подвижной состав весом 10 тонн. Работы, которые в настоящее время проводятся на территории будущего экопарка, называются инженерное изыскание. Инженерное изыскание необходимы для определения площадки строительства, создания плана будущих сооружений, производства временного отвода земли для прокладки инженерных сетей. Инженерное изыскание включают инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. На нашем участке в целях экономии времени они проводятся параллельно. Значит, здесь мы покажем грузовую систему для перевозки сыпучих грузов. И где-то объёмом 10 миллионов тонн в год, и мы можем нарастить производительность до 100 миллионов тонн в год и больше. Как пример, Трансибирскому магистраль, наверное, одна из самых нагруженных дорог в мире железных, переводится 100 миллионов тонн грузов в год. И мы будем 100 миллионов тонн грузов. Лёгкая, жульная конструкция, работающая в другой логике. И мы тоже это покажем. Инженерно-геодезические изыскания обеспечивают получение топографических и геодезических материалов, то есть данных о рельефе местности и существующих наземных и подземных сооружениях. Данные, полученные по результатам инженерно-геодезических изысканий, служат основой для разработки необходимой проектной документации, генерального плана, проектов планировки и реконструкции, рабочих чертежей. Есть реангуляционная сеть, откуда геодезисты пришли сюда, определили местоположение этой точки, ее высоту. Это грунтовый репер, а вот эта точка, вот она, стальная, отметка которой известна и координаты которой известны. И это место, вот если взять схему экотехнопарка, вот где-то вот здесь. И отсюда уже пошла геодезия, топография, наше участок. Инженерно-геологические изыскания проводят для определения несущих характеристик грунтов, их состава, влияния на строительные конструкции, а также уровня грунтовых вод. Результаты изысканий точно покажут, есть ли на участке ненадежные опасные места, какие могут быть проблемы с водоотводом, где именно на участке выбрать оптимальное место для строительства фундаментов зданий и опор. Отсутствие данных геологических изысканий может привести в дальнейшем к неоправданным расходам на земляные работы и благоустройства. Не просто, чтобы видеть, какие грунты, да? Вот здесь, кстати, сверху очень хороший грунт, песок. Строительный песок, высокого качества, видите? Уже даже тут глина появилась. И мы должны знать, на какой глубине, какой грунт, чтобы знать несущую способность. Поэтому здесь определяется не только, вот керн и грунт поднимаются, да, его состав, но определяется, там еще будет показано, как определяется несущая способность. То есть будем знать составы грунтов, то есть разрезы будут, то, что эта вся площадка будет так пробурена. И мы будем знать несущую способность в каждой точке на нужной глубине. Вот это пойдет потом в проектное решение, потому что без этого нельзя проектировать. И поэтому и гидрозисты здесь работают, и мы потом сделаем планировку. Будем понимать еще и какие почвы, потому что здесь привлекается ботанический сад к этим работам. Потому что каждому растению, ну, нужна своя почва. Хорошая среда. Да, своя почва должна быть. А мы хотим и сады яблоневые, и грушевые, и вишню, и пихты посадить, и голубые ели, возможно, даже секвойи, которые, ну, это самое высокое дерево в мире, но достигают высоты 120 метров. Как вы можете представить, там диаметр ствола 6 метров он достигает, да? Возможно, их посадить, если они смогут здесь перезимовать, да? Это делается для того, чтобы приехали заказчики со всего мира, увидели это и заказали эти дороги в своей стране, в своем городе, на своем континенте. Поэтому это есть эко-технопарк. И слово «эко» на первом месте стоит. Постановление экологии, возвращение жизни, причем более высокого качества, с другой почвой, с садами, которые будут давать нам экологически чистую пищу. И дороги над ними будут, которые не ухудшат ни почву, ни сады, не убьют ни одного живого существа, ни человека, ни животного, потому что он на высоте и не пресекается с поверхностью земли, где, собственно, мы и живем. Добрый вечер, друзья. Как видно, как слышно. Приветствую, Николай, приветствую. Очень многих уже знаю почти что в лицо. Надеюсь, что в октябре, 9-10 октября, с многими познакомлюсь лично. Тут у нас товарищ с обозначением ник. Вот сейчас, потому что давайте уже начинать. Сколько можно смотреть, я так понимаю, ролик, который сейчас Алексей ставил, то есть с полигона, с пояснением Юницкого. И то, что мы сейчас делали. Друзья, я вам скажу свое мнение. И, не знаю, вы можете с ним соглашаться, можете не соглашаться. То есть, честно говоря, это мое личное представление, что вы не представляете, с каким удовольствием я сейчас смотрю на вот эти работы, которые ведутся на Юницкого, который, знаете, вот я сейчас на него смотрел в этом ролике, он снят на прошлой неделе, он реально помолодел лет на 10. Вы даже посмотрите его записи, которые были, вот когда Женя Кудряшов был в прошлом месяце и сейчас. Вот, то есть, понимаете, он занят любимым делом, он работает, он в поле. И вот этот энтузиазм, который от всего этого отходит, не знаю, если вы считаете, что мы собрались для чего-то другого, или, может быть, что-то более важное, чем то, что вы сейчас видели, это вот я обращаюсь, я не знаю, кто это такой, там три буквы ник просто было, вот он в прошлый раз тоже несколько нервно, так сказать, как бы это, то я могу сказать, друзья, вы очень сильно заблуждаетесь, ничего более важного, чем то, что сейчас происходит. В поле мы с вами собрались и делаем и строим только для того, чтобы там в поле шли строительные работы, чтобы там в поле строились опоры, натягивались рельсы, проводились испытания, и мы демонстраиваем технологию. Если вы думаете, что мы собрались для чего-то другого, то вы очень сильно ошибаетесь, нет у нас другого цели и задачи. И того, что сегодня там происходит, ради этого полтора года мы собирали конструкторское бюро, мы строили краудинвестинговую систему, я каждую неделю летаю по регионам и провожу лекции и вебинары, мы делаем это только ради этого, и никаких здесь не должно быть ни иллюзий, ни каких-то дополнительных целей, вообще другого ничего быть не должно. Поэтому, друзья, я сейчас это вижу, я смотрю это с таким удовольствием, потому что это начинает проявляться результаты нашей работы. Как Андрей говорил, как Хавратов, на обращении к конференции, которую мы сейчас говорим, мы тоже ее проводим только ради этого. И вот слава Богу, что полтора года подготовительной работы, той работы, которой не было видно, когда нас упрекали в том, что куда тратятся деньги, а где конструкторское бюро, вообще что вы там делаете. Можно набрать 10 конструкторов, изображать, что они делают работу, а потом набрать 5 таджиков, которые будут в поле изображать, что они заливают фундамент и так далее, а при этом собирать деньги и куда-то их тратить. Да, друзья, можно, и я могу сказать, что многие так и делают, но я 15 лет назад с Юницким участвовал в процессе строительства. Была закладка первого камня, потом первого фундамента, потом первые опоры, потом натяжение первых струн, а потом демонстрация, эксплуатация и первые результаты научные, которые показали вообще жизнеспособность этой технологии. И сегодня тоже скептики будут нам постоянно говорить, что вы там что-то изображаете. Но, друзья, я могу сказать, что процесс, который начался, он постоянно будет демонстрировать. На следующей неделе мы с группой директор нашего фонда, с Женей Кудряшовым фондом, к конструкторским бюро, будем закладывать первый камень. Это очень интересное событие. Мы договорились от фонда, мы заложим туда, но это не на следующей неделе, через неделю, это 7-8-08-го. Будем закладывать послания будущим акционерам фонда Skyway Invest Group и вообще программы Skyway. И, соответственно, будет закладка первого камня. Уже в октябре, то есть уже определена дата, будет установка первой опоры. То есть реально 3 месяца эта опора сейчас уже заказана, изготавливается. Еще через 3 месяца будет натяжение первых струн. И мы с вами фактически в онлайновом режиме будем это с вами видеть. И что бы сейчас скептики не говорили, всегда найдутся. Не обращайте внимания на них, что что-то мы изображаем, что-то мы делаем. Но, друзья, если Юницкий сказал, что в октябре следующего года будет демонстрация, испытания и преступления, мы приступим к сертификации, то, друзья, так не будут. И здесь на этот предмет уже сомневаться, не сомневаться. Ну, кто сомневается, сидите, ждите. Включайте вебинары, включайте записи и смотрите, что каждый день происходит, что будет происходить через месяц, через два, через три, через пять, через полгода и через год. Так же, как год назад нам говорили, что мы не соберем конструкторское бюро, собрали, что мы не изготовим эти чертежи, изготовили, что мы не получим землю, получили, что мы не приступим к строительству, приступили. Следующий вопрос, друзья, испытания, и все идет по плану, поэтому здесь, в этом плане, друзья, самое важное, для чего мы собрались и для чего мы эту работу запустили, мы сегодня реализуем. И самое главное, друзья, это уже промежуточные отчеты, когда мы можем сказать, да, у нас уже что-то и получается, и движется, и, соответственно, результаты, которые будут. Поэтому, друзья, я могу сказать, это я просто поясняю и свое личное отношение к этому говорю, что ничего более важного, чем то, что мы с вами будем видеть со строительного полигона, нет и быть не может, потому что ради этого мы все это делаем. А дальше сейчас просто поделюсь, только что сейчас буквально включил компьютер, вот уже с началом демонстрации ролика, только заехал сейчас, мы общаемся с очень большими сетевыми лидерами, которые работают там на информационном поле, и вот сейчас они к нам долго присматривались, долго это, и сейчас уже на тех условиях, которые разработаны в нашем маркетинг-плайне, который вот вводится там с середины августа, на тех условиях, которые дает компания, они готовы сегодня работать, они готовы привлекать инвестиции, они готовы сегодня нести эту информацию, потому что по мере того, как мы развиваемся, мы становимся все более понятными, более дохочем, более прозрачными для тех, кто изначально говорил, что это пирамида, это хайп, это спам и так далее, и так далее. Сегодня по мере работы, которая идет, то есть те новости, которые идут с полигона, те вебинары, которые мы сегодня организовали, делаем так, ученые и, соответственно, команда директоров, которые продвигают, это дает свои результаты, я могу сказать, это только начало, потому что через там еще там 3-4 месяца уже, когда будут установлены опоры и начнутся монтаж путевой структуры, для многих это будет... Мы уже приступаем и к трассе, те цельные задачи, которые мы ставили, мы, друзья, сегодня активно достигаем. И сейчас мы уже, как именно инвестиционная группа, Transnet Group, и как фонд прямых инвестиций, Skyway Invest Group, мы как раз сегодня запустили работу по резкому расширению, привлечению новых участников, по доведению информации, и я могу сказать, что те цели и задачи, которые мы ставим, это к Октябрьскому форуму, и чтобы сразу после него у нас уже было зарегистрировано 500 тысяч участников, а сегодня мы перешли где-то, ну, приближаемся очень быстрыми темпами к 150 тысячам человек. Это существенно очень сегодня, то есть эти темпы нас сегодня радуют, но мы четко можем сейчас сказать, что начиная с августа, с сентября, к октябрю ближе, это будет намного увеличиться, это будет намного более интенсивно и более качественно работать, поэтому наши задают с вами расширение, то есть конференции, которые мы ставим в октябре, а потом уже с вами запланируем следующую конференцию, те отчеты и та работа, которая будет идти с поля, она будет постоянно нам доводить определенный, ну, скажем так, оптимизм и показывать результаты, потому что ничто так не заряжает и ничто так не удовлетворяет с точки зрения работы, как тот результат, который мы видим с вами. И поэтому, друзья, просто даже, как вы видите, качество съемки, то есть очень серьезно, то есть и эта летающая камера, которая меня тоже, если вы не обратили внимание, посмотрите, довольно-таки уже профессионально снята. Поэтому, друзья, это все результат работы. Теперь по, собственно, самой конференции, которую мы планируем, это как промежуточный отчет, годовой отчет Skyway Invest Group, для нас это важная дата, потому что это год, что мы состоялись, что мы работаем, что есть результаты нашей работы, что идет стройка, что доводится информация, что к нам привлекается все больше и большее количество людей и профессиональных инвесторов, и профессиональных инженеров, и людей, которые работают в сетевом бизнесе, которые к нам подключаются. И уже сегодня тоже очень важно, Алексей еще об этом скажет, что сегодня даже ряд контрактов на поставку оборудования, на монтаж, уже многие, ну, не многие, не скажем, это пока единичные случаи, но уже обсуждаются, и частичную оплату уже производится акциями. Это говорит о том, что акции начинают цениться так же, как прямые живые деньги, которые идут за контракты. Это тоже для нас очень важно, знаково. И мы уже получаем предложения от многих фирм, которые занимаются металлоконструкцией, там, бетонными конструкциями, которые готовы сегодня из тех, скажем так, агрегатов, которые у них есть на складах, из тех, что они готовы их поставлять в программу и готовы принимать в оплату акции. Это тоже очень знаковое для нас событие, и мы таких предложений сейчас получаем уже не один и не два, а сегодня начинаем рассматривать. Естественно, что мы их переправляем в конструкторское бюро, они согласовывают, и, соответственно, эта работа тоже набирает. Так вот, друзья, годовой отчет для нас, как команды директоров, как тех, кто сегодня активно развивает этот проект, это очень важная века. Тем более, что она совпадает, что мы этот проект Skyway Invest Group запустили два года назад, не Skyway Invest Group, извиняюсь, именно Skyway под брендом, когда Юницкий стал струнной технологией выводить под брендом Skyway, этому два года. Поэтому это два события совпадают, что двухлетие проекта, в общем, который идет, и год именно, как наша инвестиционная группа, которая активно сегодня, сегодня работает несколько инвестиционных фондов, но я могу сказать, что по значимости, по профессионализму мы реально можем претендовать на то, что мы сегодня самый крупный, самый профессиональный фонд, который работает в проекте Skyway. Соответственно, важность этого, мы разбили эту конференцию на несколько частей, одна из них, это будет именно научно-практическая конференция, то есть, которая не связана ни с инвестпроводящей системой, ни с системой финансирования, на ней будет выступать, это тоже уникальный такой момент, что ни на одной конференции еще не принимал лично участие Юницкий, вот он примет участие именно в этой научно-практической части, где он сделает свой доклад про технологии, про эко-технопарк, который сейчас закладывается, и к тому времени уже будут монтироваться опоры, он сделает именно отчет о той научной проработке, которая сегодня сделана, и те планы, которые будут именно в реализации проекта и в капитализацию тех инвестиций, которые мы сегодня делаем. Там будет мой доклад, будет Андрея Хавратова, то есть это такая первая часть. Вторая часть работы конференции будет именно с нашими активными партнерами, с теми, кто видит это сегодня как бизнес, как активное развитие, именно продвижение информации, и, конечно, еще одна очень важная часть, это адресные проекты, где мы будем уже общаться и работать с теми, кто готов строить адресные проекты, кто готов сегодня запускать именно это как бизнес. И сегодня это тоже очень показательный момент, что вот Алексей Суходоев сейчас работает в направлении адресных проектов, и мы активно с ним систематизируем эту работу. Armand, который возглавляет британскую компанию, как он называется, UK, Transnet UK, это тоже интересно, что парень год назад подключился к этому, работал в туристическом бизнесе на уровне среднего менеджера, потом увидел перспективы, начал сначала выступать как агентом, как небольшим инвестором, сегодня он возглавляет компанию, потенциальная капитализация, которой 15 миллиардов евро, может быть, это такая небольшая сумма для Европы, может быть, не такая большая капитализация, но для парня, который взялся и продвигает этот проект, я считаю, это вполне неплохо, с учетом, что перспективы капитализации этой компании может уйти далеко за сотню миллиардов, и это как раз наглядный пример, что дает технология, что дает новый технологический уклад, и как сегодня такие парни, как Арманд, как Руслан с Екатеринбурга, как Леша Суходоев, они получают возможности практически неограниченно создавать компании, вот то, что мы сейчас продвигаем, там торское месторождение, там торский проект, это уже капитализация триллионы долларов, понимаете, это тоже то, что сегодня делает, и мы сегодня это продвигаем, запускаем, и следующую отчетную конференцию, которая будет за 15-м годом, в 16-м году, конечно, мы будем уже отчитываться и показывать адресные проекты, мы будем уже показывать непосредственную работу в этих адресных проектах, это, друзья, как раз та практическая часть конференции, которую, и пропустить этого, я думаю, что, ну, было бы непростительно для тех, кто сегодня в проекте, тем более, что в таком составе, наверное, больше никто собираться не будет, потому что это уникальная вещь, когда и Юницкий, и основные менеджеры компании, там, и Витя Бабурин, и Надежда Косарева, и наш, вот весь директорский состав, и Женя Кудряшов с Skyway Capital, когда мы все именно будем вместе продвигать, и делать, и показывать это важный момент. Теперь еще один прошу, скажем так, обратить на это внимание, это прошла информация, я думаю, что все ее восприняли очень, ну, скажем, не то, что положительно, это очень серьезный такой момент, именно со стороны нашей компании, Skyway Invest Group, именно как инвестиционного фонда, и Андрей тоже это объявил, вот на своем обращении, и на наших сайтах это есть, о том, что те, кто приезжает и участвует в этой конференции, все задраты, которые вы будете сделать, связаны с переездом, с проживанием, с питанием, вот, то есть мы зачитываем, как инвестиции, и на ваш инвестиционный счет, то есть в личный кабинет, это будет возвращено акциями, то есть фактически вы не просто участвуете в этой конференции, и не просто тратите деньги и время, а вы фактически покупаете на эту акцию, это, конечно, уникальнейшая такая возможность, и у нас из нашего резервного фонда Skyway Invest Group есть такая возможность, и поэтому фактически мы таким образом стимулируем людей, которые хотят принять участие, которые хотят участвовать в этой работе, поэтому, друзья, я считаю, что такие возможности действительно, наверное, больше повторяться не будут, и у кого есть возможность, и кто считает возможным участвовать в такой работе, конечно, участвуйте сами, приглашайте, потому что, как мы уже тоже объявляли на своих ресурсах, о том, что до конца июля, до 1 августа, может участвовать и инвестиции эти сделать любой желающий, дальше с 1 августа мы вводим ограничения, то есть для того, чтобы участвовать в конференции, надо проинвестировать, ну там, для начала 100 фунтов, с 1 сентября, поэтому эту сумму увеличим значительно, с 1 августа она будет еще выше, потому что количество участников сейчас подключается, и та информация, и та работа, которая идет, она, конечно, делает свое дело, поэтому, друзья, я еще раз просто акцентировал на это внимание, и вам показал значимость этой работы, которую проводим, а встреча и разговор, конечно, и с Юницким, и с директорами, он на этой октябрьской конференции, она, конечно, будет очень интересной, очень значимой, и, соответственно, еще ряд событий, которые будут происходить, то есть там будет очень много приглашенных гостей, то есть очень многие люди, которые сегодня поддерживают технологию, но не хотят афишировать из-за определенных вещей, чтобы не участвовать в сомнительном проекте, чтобы не быть, ну там, обвиненным в том, что они участвуют в какой-то там пирамиде, либо еще такое, я могу сказать, что в октябре вы увидите очень много интересных людей, которые действительно готовы сейчас открыто встать и сказать, мы поддерживаем SkyWay, SkyWay это будущее для России, и без SkyWay развиваться дальше невозможно, потому что это то, что сегодня единственное может определять развитие и России, и всего евразийского континента, и это тоже прозвучит очень интересно, я вам могу сказать, очень значимо, и вот как раз 9, 10, 11 октября, это будет, я могу сказать, без преувеличения, и вы запомните эти слова, и в октябре вы это увидите, что это будет значимым событием для всей России, и именно под таким предлогом оно будет и позиционироваться, и подходить, и это для каждого станет понятно, что другого пути, кроме SkyWay, и кроме того, что мы с вами делаем, другого нет, поэтому не так много времени осталось, вот, я, по-моему, довольно-таки неплохо анонсировал вам сейчас вот это мероприятие, но запомните сейчас то, что я сказал, и в октябре мы с вами еще раз к этому вернемся, и некоторых гостей, которые вы встретите лично на этом октябрьском форуме, вы поймете, о чем я сейчас говорил, и почему я говорил, что это будет значимое событие для всей России. Так, ну, по-моему, то, что сейчас по анонсам и по анализу, я сейчас закончил. Так, правильно, Алексей, давай, кто у нас, друзья, в первый раз попал на наши, скажем так, традиционные для всех, но не традиционные для тех, кто попал в первый раз, я, конечно, попрошу голосовать, вот, а сейчас еще раз, как небольшой комментарий к той встрече, вот, которую я только что проводил с одними очень-таки серьезными людьми, у которых в структурах, там, по полмиллиона и более человек, и которые живут довольно-таки успешно, вот, и мы обсуждали сегодня вопросы, как они готовы и продвигать дальше Skyway, вот, и у меня есть уже такое, несколько, ну, как это называть, скриптов или заготовок, как сегодня принято говорить, вот, и я стал уходить от разговоров, я говорю, ребят, давайте несколько поговорим, собственно, по содержанию, а куда вы идете, и куда мы вас зовем, то есть, не то, что вы приходите, здесь есть возможность заработать, здесь есть возможность, там, капитализировать свой потенциал, я говорю, прежде всего, друзья, мы вас зовем в программу, а что вы знаете о программе, там, ну, вот, юницкий, там, есть дороги, есть струны, там, что-то вы строите, что-то делаете, вот, и буквально там, вот, как сегодня поставлена задача, в 29 секунд, вот, мы очень быстро вышли на экономику, на продажу пищевого льда, на ВВП России, я задал один вопрос, я говорю, друзья, я говорю, вот, вы считаете возможным увеличение ВВП России в 10 раз, причем в обозримый срок, допустим, до 2025 года, то есть, за 10 лет, в 10 раз, вот, с учетом, что в истории таких примеров еще пока нет, вот как мы сейчас живем, и как мы это, сегодня ВВП России примерно полтора триллиона долларов, а вы считаете, что его возможность сделать 15 триллионов долларов, вот, а так как это люди экономисты, довольно-таки грамотные, и довольно-таки, ну, чтобы было понятно, 15 триллионов, это сегодня почти в два раза, в два с половиной раза больше, чем у Китая, который активно развивается, и практически такой, как у сегодня в Соединенных Штатах, вот, люди говорят, нет, мы считаем, что это невозможно, я говорю, а если я вам сейчас в течение трех минут докажу, что это возможно, вы тогда считаете, что этот проект становится реальным, они говорят, ну, давайте, вот, ну, естественно, я делаю свои коронные расчеты, показываем лед, продажа, капитализация, соответственно, что на этом возможного, невозможно здесь могут возникать, естественно, да, все понятно, у нас возражение, теперь вы понимаете, почему мы говорим, и у нас одна компания, которая будет продавать только пищевой лед, и не обязательно с Байкала, у нас сегодня как минимум 7 таких мест, которые мы начинаем рассматривать, как поставщиков пищевого льда, вот, соответственно, каждая эта компания будет по капитализации больше, чем Газпром, а мы их рассматриваем 7, вот, я говорю, понимаете, о чем речь, он говорит, да, понял, ну, и, соответственно, наше любимое с Алексеем Тамторское месторождение, тут буквально 3 минуты, о чем идет речь, соответственно, тоже, и теперь, я говорю, скажите, что здесь невозможного, или почему этого нельзя сделать, то есть у нас работает краудинвестинговая система, которая сегодня аккумулирует инвестиции, у нас сегодня работает конструкторское бюро, во главе с Юницким, которое проектирует, делает, внедряет, у нас сегодня есть строящийся полигон, и мы с каждым месяцем будем показывать, и через год мы четко покажем уже технологию, потому что 15 лет мы это уже назад делали, поэтому мы повторяем сначала то, что делали за 15 лет, потом резко уходим вперед, и показываем то, чего еще никто никогда нигде не видел. Так вот, друзья, как вы считаете, что здесь невозможно? И вывод для меня, знаете, что поражает только одно, поражает масштабность этого проекта. Я говорю, друзья, давайте тогда сузимся до определенных проектов, для адресных проектов, которые мы сегодня делаем, то есть мы делаем по Санкт-Петербургу активный проект, и он есть сайты проработки предпроектов, у нас есть Екатеринбург-Челябинск, то, что мы сейчас прорабатываем, делаем, соответственно, предпроект. У нас есть там Торское месторождение, которое у нас есть на Украине, Одесса, Киев и так далее, то есть смотрев более, и это тогда не пугает такой масштабностью, масштабностью пугает то, что мы говорим, да, ВВП будем увеличивать, но мы что, вы там виноваты? Извините, это побочный эффект от нашей работы, от того, что была построена МТС, то есть Московская телефонная сеть, сотовый оператор, и в Москве сегодня на 15 миллионов жителей, почти 20 миллионов абонентов, это же никого не пугает, а вы представьте эти цифры, если бы мы обсуждали в 90-м году, это в страшном сне не могло присниться, что в Москве будет такое количество абонентов, и сегодня у меня, мой сынишка, раньше был младший, теперь уже средний, сегодня ему 6 лет, он отдыхает на море, он сегодня со мной каждый день общается по скайпу, и это вполне нормально, ему для этого никто не нужен, у него свой планшет, он мне там рассказывает, ну как вы думаете, как прозвучала бы фраза, если бы он сказал, что я только что общался со своим одногруппником, и скинул ему фотографии крепости, которые я построил на море, вот как вы думаете, как бы это прозвучало в 90-м году, общался по телевизионной связи с одногруппником, но это как минимум одногруппник института, а если я вам скажу, что это одногруппник даже не старшей группы детского сада, то это я вам могу сказать на сегодняшний момент, а то, что сегодня происходит, это абсолютная реальность, это то, что мы сегодня с вами, я уж не говорю там про 9-летних, ты дочка, там для них уже вообще это совсем другой подход, и другие слова, так вот, друзья, это та реальность, к которой мы сегодня подошли, к которой мы сегодня пользуемся, но мы несколько находясь в ней, не замечаем ее необычности, поэтому когда, я тоже сегодня в завершение, чтобы этим нашим уважаемым сетевым лидерам, так сказать, которые себя считают крутые бизнесмены, чтобы им вообще взорвать мозги, я когда сказал, что вы знаете, что через 10 лет на евразийском континенте будет перемещение без пробок, с комфортностью первого класса самолета из любой точки в любой точку, и это будет абсолютно бесплатно, вот тут уже вопрос, не, говорят, ну в это мы поверить не можем, это фантастика, этого не может быть, я говорю, ребята, в 90-й год, а если бы я вам сказал, что у вас будет возможность из любой точки мира в любую точку в режиме телеконференции общаться со своими детьми, которые отдыхают на море, в телеконференции, еще раз скажу, а при этом подключать бабушку, которая живет в Сибири, которая тоже в телеконференции включается в скайп, и это все будет бесплатно, вот как вы мне скажите, вы бы отреагировали в 90-м году на такое утверждение, вы бы сказали, тоже фантастика, я говорю, друзья, я сегодня с мобильного телефона, когда еду в машине, общаюсь, то есть мы с Алексеем иногда делаем телеконференции, не конференции, а через скайп, потому что очень много перемещаюсь, и не всегда у компьютера, так вот, как вы можете представить, когда один собеседник находится в Лондоне, один находится в Челябинске, другой находится в Таиланде, а четвертый едет на машине по МКАДу вокруг Москвы, и при этом мы абсолютно все общаемся, еще и в режиме телеконференции, это, друзья, сегодня наша реальность, это то, что уже построено, и то, что делал, мы с вами строим следующую сеть, следующего поколения, мы делаем следующий цивилизационный этап, это транснет, и ничего необычного здесь нет, и здесь, друзья, не должно вас ни пугать, ни как-то смущать, а то, что мы с вами сделали, и построили, мы построили силу, которая может, первое, захотеть это реализовать, второе, аккумулировать ресурсы, и третье, собственно, реализовать, поставить задачи, и добиться их выполнений, и это, друзья, я могу сказать, у нас с вами очень активно получается, если раньше мы говорили, что строй Skyway, спасай Россию, это тот слоган, который был нашим девизом весь прошлый год, потом он перешел естественным путем, строй Skyway, спасай планету, потому что у нас сегодня партнеров из 44 стран, то есть мы сегодня, 44 страны сегодня участвуют в нашем проекте, соответственно, со всех континентов, вот, поэтому сегодня это реальность, и мы с вами это делаем, и ни у кого не вызывает сомнения о том, что когда у нас будет полмиллиона, у нас будут другие возможности, когда будет первый миллион, будут другие возможности, когда будет пять миллионов, будут совсем третьи возможности, поэтому, друзья, это абсолютно сегодня четкая построенная система, которую Юнитке обозначил полтора года назад, когда запустили эту систему, и сегодня можно сказать, что она развивается по тому плану, по тому сценарию, и сейчас еще одно очень важное событие, то, которое идет, оно анонсировано, что мы переходим в следующий этап развития проекта, с четвертого на пятый, это значит, цели выполнены, инвестиции собраны, задачи, которые ставили перед этим этапом, они вышли, и как раз это было и связано с запуском строительства в поле, значит, соответственно, весь пятый этап мы с вами увидим строительство, установка опор, начало испытаний, подвижной состав, соответственно, это тоже все нас ждет в пятом этапе, и я думаю, что он закончится очень быстро, потому что сейчас подключаются инвесторы, мы ведем переговоры уже, там, вот Андрей Авратов, и я лично, вот Алексей Суходуев, реально ведем уже переговоры с людьми, которые готовы инвестировать миллионы долларов, и, соответственно, естественно, что для них нужна совсем другая система мотиваций, совсем другая система гарантий, вот, совсем другие взаимоотношения между компанией, фондом, фондом эти инвесторов, и мы не обольщаемся, что они придут сегодня или завтра, это вопрос абсолютно, причем завтра не абстрактно, завтра в прямом смысле слова, но весь вопрос о том, что это будет сейчас август, сентябрь или октябрь, это вопрос только вот этого периода, то есть для кого будет система мотивации уже достаточной для того, чтобы принимать такие решения. Друзья, а когда мы выйдем на испытание подвижного состава, здесь я вам могу сказать, отношение и будет совсем другое, поэтому смена дисконта это естественный вопрос, и, опять же, мы с вами должны, кто инвестировал в этом дисконте, кто, соответственно, получает премию, которая будет обозначена, то есть это то вознаграждение, которое достойные люди, которые пришли сегодня до начала строительства, которые еще до того, как заложили первый камень, а потом показали первую опору. Соответственно, естественно, что мотивация, которая будет дальше, идти, она будет, конечно, совсем другого уровня, она будет совсем другой, ну, скажем, показательной и демонстрационной значимости. Ну, а когда мы с вами будем объяснять о нашей системе транснет, об адресных проектов, уже перемещаясь непосредственно в Юнибусах, как вы понимаете, это, друзья, будет совсем другого плана, но и премии, соответственно, тоже должны быть другие, это абсолютно, ну, скажем так, справедливый процесс. Так, Алексей, я передам тебе слово, а я в заключительной части, друзья, конечно, не могу потом не несколько, скажем так, ложки дегтя, потому что все-таки надо анализировать и смотреть то, что сегодня происходит вовне, вот, а вовне, друзья, происходят очень непростые вещи, я бы даже сказал, очень печальные вещи, и чем дальше мы сегодня движемся, друзья, я вам могу сказать, что кроме программы Skyway, кроме того, что делает транснет, другого пути не просто нет, а любой другой путь это очень серьезное потресение и разрушение, поэтому сегодня мы активно начинаем продвигать свой проект уже с точки зрения именно экономической стратегии, и мы сегодня действительно группой наших экономистов, группой наших, скажем так, соратников приходим к тому, что другого пути, кроме строительства Skyway и сети транснета и освоения тех месторождений, о которых мы говорим, другого пути на ближайшее время у нас просто нет, все остальное это путь в никуда, но об этом я еще остановлюсь и буквально несколько слов прокомментирую. Алексей, тебе слово. Так, Леша. Здравствуйте, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на новом бинаре, благодарю Сергея Анатольевич, на самом деле хотел бы здесь остановиться на такой важной и актуальной вещи, что на этой неделе буквально, ну, собственно, это уже месяц длится процесс и я хотел бы объявить, что я думаю, что в ближайшем месяце начнется очень серьезное движение в центральном федеральном округе. То есть, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто с Москвы, с Подмосковья и так далее. Соответственно, я думаю, что это будет абсолютно логичным, так как 10-11 октября у нас будет проходить международный форум, то есть, юбилей. Обязательно всем рекомендую и активным, и тем людям, кто вообще только вошел в проект, задуматься над посещением данного мероприятия, потому что зал, я думаю, даже не хватит, так как первый день будет читать огромный доклад, то есть, на самом деле длительность она очень серьезная, и я хочу констатировать тот факт, что на вебинарах даже Анатолий Эдуардович Веницкий с такой именно длительностью не выступал. Это будет более двух часов, именно доклад по экотехнопарку и как технология Skyway очень сильно изменит жизнь вообще современного мира и современной цивилизации. Я хотел бы подготовить действительно москвичей к тому, что вот-вот уже скоро начнутся очень серьезные телодвижения, то есть, мы отобрали очень серьезных лидеров, так скажем, Александр Монко также будет развивать это направление и сейчас развивает. Собственно, ждите, готовьтесь, презентации в Москве будут, я бы сказал, одни из самых эффектных, из оригинальных конференций, так как эти презентации будет проводить живую Сергей Анатольевич Сибиряков и все 100 человек, 10, 50 человек, вначале это будет немного, естественно, я думаю, 30-40 будет набираться зал, потом это будет уже сотни, 200-300 и более чем 90% людей уйдут с четким осознанием, что да, этот проект нужен и необходимо развивать этот проект, люди поймут, что необходимо развивать этот проект в первую очередь, потому что они живут именно в Москве, то есть о чем завтра поставьте плюсики, кто развивался и существовал с нами по эту неделю в закрытом чате, кто посмотрел вебинар для особой именно закрытой, формирования особой закрытой группы активных участников Skyway Invest Group. Завтра мы будем проверять домашние задания, к сожалению, я, наверное, не успею доехать, так как завтра я буду присутствовать непосредственно на презентации, на докладе, я уже могу сказать, что это очередной доклад, куда позвали по знакомству, сам я не просился, будет выступление примерно на 30 минут перед предпринимателями среднего и крупного размаха города Магнитогорск. И, что очень важно, я хотел бы вам сказать, что это выступление буду строить в первую очередь именно с тем показательным выступлением, что в первую очередь у нас венчурный проект и сложный проект, высокорисковый проект, и сейчас на данной стадии присоединяются люди, которые действительно задумываются о своем будущем, не задумываются, как многие крупные инвесторы, о своей репутации именно в том аспекте, как задумываются чиновники, крупные предприниматели, они не любят быть первыми, не любят быть вторыми, желают быть посередине, но в нашем проекте это невозможно, как раз таки по заслугам достаточно серьезные дивиденды и серьезную капитализацию получат те люди, которые присоединяются к нам с вами на первых стадиях, то есть это поднимите руку и поставьте плюсики, кто уже более года принимает участие в проекте, то есть давайте друг другу действительно поаплодируем, потому что это супер выдержка, и как быстро время пронеслось на самом деле, то есть вот уже полтора года развивая этот проект, и мне так приятно вообще отвечать в контакте, что ребят, я развиваю по-прежнему проект Skyway, по-прежнему я развиваю Skyway Invest Group, по-прежнему я доношу вам идею, что это нужно, присоединяйтесь, и люди действительно начинают задумываться, присоединяться, как так, уже более полутора лет, ну, кто интернет предприниматель, напишите средний срок жизни вообще интернет проекта, даже супер стабильного, не беру в расчет Herbalife, Amway и так далее, такие вот гиганты, напишите просто один, два года, несколько месяцев, ну, собственно, хороший проект, живет шесть месяцев, максимум год, потом идет затухание, потому что нет именно подкрепления реальной сферы бизнеса, как моя мечта ранее была, и это именно свизуализировалось, я закладывал именно позапрошлой зимой, что я хотел бы участвовать в таком проекте и развивать его через сетевой метод развития, который подкреплен именно реально действующим бизнесом, желательно прорывной технологии. И, собственно, вот результат, мы с вами развиваем как раз-таки проект, который капитализирует такую замечательную технологию, которую вы видите на рисунке. И завтра на докладе для крупных предпринимателей и средних предпринимателей я буду показывать, что это именно народное финансирование. Мы этого не стесняемся, мы этого не боимся, мы этим даже сказать можно гордимся, потому что я не раз говорил на вебинарах и еще много раз скажу, что на мой взгляд будущее построение корпорации это не монокорпорация, именно сетевые корпорации и через народное финансирование. То есть вдумайтесь, сколько мы инструментов еще не внедрили. Представьте, если допустим у нас уже точнее когда у нас ПО уже зарегистрировано, то есть вот-вот сейчас именно инструментарий, мультифункциональный комбинет появится и представьте, если у нас допустим появится особого вида карточки, с помощью которых мы сможем с вами расплачиваться и также получать за какие-то оплаты вашей сетью вознаграждение именно распределение по партнерской сети. Поставьте плюсик, кому бы это понравилось. Вот собственно это и есть на самом деле сетевое развитие общества и сетевое развитие сетевое сетевое задачи когда подводит, ничего страшного, Леша сейчас перезагрузится, зайдет. Так, меня слышно? Так, Леша, появился? Да, прошу прощения за шалости интернета. Вашего брата, да. Ну, собственно, задумывались ли вы над тем, что действительно в будущем именно общество может развиваться, и преступность тоже, я вот тоже задумался над идеологией, и моя тема выступления на московской конференции будет «Миссия и идеология», то есть пока что мы держим в таком относительном секрете, но на идеологии и именно подкреплением фундаментальным, чтобы у каждого в голове была идея, которой мы движемся, и те основы и принципы, которые мы двигаем, соответственно, на этом действительно может строиться общество. И тут я могу сравнить замечательную такую аналогию, которая пришла мне в голову в начале развития именно в Skyway, что Моисей водил по пустыне народ более 40 лет, и, собственно, как раз-таки время именно капитализации технологии в виде окончания демонстрации и сертификации высокоскоростного транспорта это как раз-таки 40 лет, 40 лет развития технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть совпадение, возможно, это не совпадение, потому что история обычно не шутит, и вот даже если вы пересмотрите генеральное обращение Анатолия Эдуардовича Юницкого, там очень серьезная такая аналитика идет, и я вот так как очень много времени общаюсь и рад действительно судьбе, что у меня есть такой замечательный учитель и гуру макроэкономики, геополитики, вообще каких-то совершенно новых для меня понятий. Но, собственно, я заметил то, что выступление построено с очень мощным идейным посылом именно преодоления сегодняшнего кризиса Российской Федерации. Там не случайно было приведено сравнение «распался Советский Союз». То есть вдумайтесь в то, на какой грани находится Россия. То есть мы идем по канату, буквально говоря, и очень важно сейчас сохранять равновесие, сохранить равновесие хотя бы до развития, до внедрения нашей технологии, потому что наша технология действительно может скапитализировать и увеличить ВВП в 7-8 раз. Это конкретно рассчитано, конкретно показано, в том числе такие телодвижения и такие именно расчеты. Проработанная информация предоставлялась в администрацию президента. Сегодня это уже увенчалось значительным таким успехом. И можно сказать, что все происходит вовремя. То есть в нашем проекте действительно вот замечательно написали в чате, что случайности не случайны, стоит отдать должное огромной визионерской способности Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что даже вот события с Литвой они привели обратно на родину Анатолия Эдуардовича Юницкого в Республику Беларусь, где очень серьезная именно техническая школа. То есть не нужно по всей России было, если в России, допустим, это происходило, искать специалистов. То есть они вот здесь под боком заводы, именно крупные машиностроительные, автомобильные заводы. И есть специалисты. Из этих специалистов вначале это были десятки, сейчас это более сотни. И с площади на тысячу квадратных метров мы, соответственно, переезжаем вот уже в августе на две с половиной тысячи квадратных метров. Причем, опять же, судьба идет нам навстречу. То есть все развивается именно в позитивном направлении, в позитивном мышлении к технологии Skyway и ко всему, что с ней связано, что даже аренда будет не выше, чем на сегодняшний день за тысячу квадратных метров происходит оплата. И я больше, чем уверен, что сейчас при очередном посещении научно-производственного конструкторского предприятия мы увидим еще больше прогресс. То есть он идет на самом деле каждый день. Каждый час, я бы сказал, потому что научно-производственное конструкторское предприятие работает фактически допоздна, с раннего утра. И был вопрос в чате, вопрос абсолютно оправданный и логичный, но мы постараемся, чтобы этот вопрос не волновал группу компаний Skyway и не волновал инвесторов. Это вопрос о стабильном финансировании. Сейчас мы планируем выйти на тысячу регистраций в день. И действительно, я очень рад, что к нам присоединяется молодежь, одного из молодежных активистов. И более того, я удивлен, что этот человек, мы с ним познакомились абсолютно случайно, но благодаря Skyway он уже совершил определенный прорыв. И с Украины он навстречу мечтам, благодаря именно развитию Skyway, уже переехал в Европу. Я думаю, что скоро мы увидим видео этого человека, потому что обещал, что будет развиваться именно в виртуальном пространстве, в видеопространстве, так же мощно, как он вошел именно в активное развитие структуры. Это не может не радовать, потому что, невзирая на неинтерес порой крупных предпринимателей, да даже не интерес, а скорее всего боязнь, сомнение, именно боязнь быть первым, боязнь потерять вот эту вот репутацию, что кто-то узнает, что человек инвестировал в Skyway, но поверьте мне, что на предстарте уже нога на педали газа, многие ждут демонстрацию, сертификацию, потому что авансовые платежи, это закономерный процесс. Но я себе лично даже не представляю, какой приток инвестиций начнется даже не то, что при демонстрации сертификации, а при выходе, при предэтапах демонстрации сертификации. То есть, лично я себе сейчас только могу примерно предположить, потому что это невозможно предположить, и развитие будет намного более стремительным, как когда-либо развивался интернет. Потому что действительно мы строим новый технологический уклад, мы объединяем мир и объединяет наша работа, и каждый день мы с вами строим сеть, новую сеть, как единую транспортную энергетическую, коммуникационную, информационную и даже социальную. А социальный фундамент как раз-таки заложен в виде нас с вами, потому что основная ценность, и я бы сказал, бесценность, то немножко уже затронем идеологии, это в первую очередь человек. И даже те телодвижения, которые сейчас происходят по дисконту и так далее, то есть на меня выходят люди с определенными предложениями, с определенными просьбами. Поверьте мне, что директорский состав обязательно все слышит и видит, и Андрей Федорович Ковратов принимает уже с высоты птичьего полета очень глобальные, стратегически важные и правильные решения. Мы действительно с вами в правильное время и в правильном месте, и я лично счастлив, что я развиваю мировую корпорацию, которая займет рынок не менее чем на 30, может быть 50 процентов, и, соответственно, реализуется очень мощная идея новой экономической эволюции мира, когда богатые становятся еще богаче, а бедные не беднее, а богаче. Благодарю за внимание, с вами Алексей Сходаев. Сергей Анатольевич, вам слово. Да, Леш, спасибо. Тоже вот с большим удовольствием, Леш, слушаю, так сказать, нам как раз все это ближе. То есть смотришь и видишь с большим, опять же, удовлетворением, как меняется профессионализм, именно растет профессионализм. То есть, вот общаясь с молодежью, которая появилась на первом мартовском нашем форуме в Москве в прошлом году, вот, это и Ольга Шантина, и Арман, и вот Алексей, и Андрей Хавратов. И просто сегодня уже, вот мы тоже с Алексеем обсуждали такой вопрос, кто бы мог придумать и подумать, и представить, там, год-полтора года назад, что будет вот такая работа. Вот, а я сейчас две вещи прокомментирую, то, что Алексей сказал. Вот, когда он говорит, что вот год, и это он, конечно, с высоты своих, там, 30 лет может сказать, что вот год уже занимается этим проектом, для интернет-проекта это очень много, для интернета, так сказать, это... Друзья, когда я, ну, просто сейчас вам покажу две фотографии, вот, одна фотография, вот, ей уже больше 15 лет. Это, видите, первые Юни-формы, и то, что колеса, это самое, это вот, когда Юницкий проектировал, это делал, там, что-то со сломанной ногой, вот, упал, так сказать, это... И вот еще одна интересная фотография, чтобы было понятно. Это мы тоже обязательно будем показывать, комментировать, что вот, когда происходило, как прошло строительство. То есть, вот опоры, вот полигон, который строился. Вот, соответственно, многие сейчас, с кем я общаюсь, и когда они видят, что, ну, если ты этим занимаешься 15 лет, и это вот дошло до такой стати, и презентация президентом, и презентация премьером, и, там, шейхом, и так далее, а сегодня вы, несмотря на, скажем, там, поддержку, не поддержку, сопротивление, сегодня продвигаете этот проект, то, наверное, это дорогого стоит. И это действительно, друзья, так, и здесь это время пришло, его остановить невозможно. Второй вопрос. Так, обещал. Да, сделаем обязательно. Мы сейчас готовим целую по фото, такую фото это, и они будут выложены в определенных вещах. Мы будем просто давать ссылки на доступ к этим фотографиям. То есть, готовится это на новый сайт Transnet Group, который сейчас готовится. Вот, поэтому, друзья, а то, что я бы сейчас несколько прокомментировал, и уже бы со своей точки зрения сказал то, что Леша сейчас, когда, там, его, там, товарищ, все, переехал в Прагу, и это его мечта, там, вот, уехать с Украины. Вот, друзья, я могу сказать, что моя мечта несколько идет дальше этого, что на сегодняшний момент, что для людей, да, действительно, та ситуация, которая развивается в Украине, то есть, это сложная система. В России то, что сейчас происходит, сегодня очень многие и уезжают, и хотят уехать, а то, что будет еще происходить, это к нашему экономическому вопросу. Вообще, очень многие будут реально рассматривать вопрос, как уехать из страны. Так вот, я могу сказать, наша задача, и мы это обязательно сделаем, что будет большой мечтой вернуться обратно, и вернуться на тех условиях, как мы сегодня говорим, то есть, получить диктар с земли, стать акционерами компании, получить акции, потому что это будет очень серьезный вклад и очень серьезная поддержка каждой семьи, каждого человека. И я могу сказать, что, друзья, несмотря на те внешние вещи, которые идут сегодня, там, разрушающие, ухудшающие, и здесь я в дневном вебинаре говорил, и сейчас буду говорить о том, что действительно у нас родился за этот год такой термин, как народный экономический ковчег. То есть, то, что мы сегодня делаем, это то, что нас будет проводить через вот эту бурю, через этот шторм, а то, что он начинается всерьез, и это будет очень серьезный шторм, наверное, уже ни у кого никаких сомнений не вызывает, потому что, вот я тоже сегодня показывал аналитику, которую дают ведущие аналитики для правительства нашей Российской Федерации, это аналитики Сбербанка, так вот, они рассматривают сценарий, естественно, что сценарий ухудшения, что валютная корзина будет сегодня там на уровне 100 рублей за доллар, там, евро, то, что конъюнктура внешняя, которая сегодня идет, падение цены на нефть, падение темпов развития Китая, сложные взаимоотношения в Европе, и сегодня финансовая помощь, финансовые осложнения, которые в Греции, а следом идет Италия, Португалия, там, Болгария в очень сложной ситуации, все это, так вот, друзья, меня, как сегодня аналитика, несколько не то, что даже смущает, а несколько удивляет фактор, что все, что говорят на развитие внутри нас, страны, то, что показывает наше сегодня состояние, все факторы берутся извне, то есть, вот, это сколько будет нефти продавать Иран, миллион или полтора миллиона баррелей в день, соответственно, какими темпами будет расти в год Китай, 7,2%, 7,8% или 8,2%, оказывается, темпы роста Китая будут влиять на нашу позицию внутри страны, или, скажем так, как будет взаимодействовать внутри Евросоюза, какие-то государства, и какие у них будут это, и сколько будет Центробанк Евросоюза, выделять денег развитию этой страны, это, оказывается, все факторы, которые на нас влияют. Друзья, мне стыдно за такую страну, о которой все факторы ее развития только вовне. У меня весь вопрос, а у нас что-нибудь есть, а мы чем-нибудь на это повлиять можем? И, оказывается, все эти аналитики, все эти специалисты, экономисты, разводят плечами и говорят, нет, ребята, оказывается, факторов у нас этих нет. И от того, сколько будет стоить нефть, сколько ее будет покупать Европа, или сколько ее будет покупать Китай, пойдет газ из Азербайджана и Ирана в Европу, или будет продавать наш Газпром, оказывается, все факторы, которые могут влиять на наше развитие, уже свершились. И все, и больше них зайти не может. Я говорю, ребята, это все, что вы можете санализировать, это все, что вы можете предложить. Может быть, тогда вы занимаетесь не тем делом, может быть, вы почитаете тогда наши прогнозы, когда говорим, что мы за 5 лет утроим ВВП, а за 10 лет увеличим его в 10 раз. И если не знаете вы, как мы вам расскажем, у нас есть, что рассказать. Знаете, как говорят наши друзья из Одессы, вам нужны песен, так их есть у меня, правильно? У нас есть, что сказать, друзья, и нам есть, что делать. И самое главное, чем мы с вами сегодня занимаемся, почему у нас, друзья, абсолютно уникальная независимая позиция. Мы можем сегодня то, что говорим, делать. Не просить у кого-то, не стоять с поклоном у дверей и говорить, разрешат или не разрешат. Дадите вы нам это сделать или не дадите? Мы это делаем. А дальше наше дело предлагать. Хотите, давайте строить дорогу в Тамтор, разрабатывать месторождение. Нет, мы будем строить дорогу в Боливии, в месторождение Мутун, мы будем строить в Таван-Талгое в Монголии. Давайте строить Москва, Казань, скоростную дорогу, соответственно, не за 40-50 миллиардов долларов, как сегодня предлагают китайцы, а за 1-2 и с себестоимостью проезда не 150 долларов, а 15. И не за 10 лет или там за 7 лет, как сегодня говорится, а за 2. Давайте делать. Нет, друзья, есть Ханой-Хашимин, уникальная трасса, где живет 102 миллиона человек, миллион пассажиров в сутки. Значит, будем там строить. И, соответственно, вообще все это должно развиваться и параллельно, и взаимно. И нам сегодня, как акционерам, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы это строилось на нашей территории, с нашими предприятиями. Соответственно, развивало наше месторождение. Но, друзья, если эти горе чиновники упираются и говорят, нет, ребята, мы не дадим вам здесь строить, что на это можно сказать? Ну и дураки. Сидите и не строите. Сидите и не делайте. Сидите и на своих месторождениях и делите опять деньги от немцев, от китайцев, еще от кого-нибудь. Потому что мы сейчас столкнулись с тем, что мы инициируем проект Екатеринбург-Челябинск, а оказывается, китайцы предложили свой вариант в 10 раз дороже, и поэтому нам чиновники говорят, мы ваш вариант рассматривать не будем. Ну и не рассматривайте. Что мы можем на это сказать? Это их проблема. Но в конечном итоге такое управление и такие чиновники, они загоняют страну туда, что мы сегодня зависим от темпов развития Китая, от цены, или сколько будет нефти добывать Иран. То есть не от того, сколько мы будем добывать, и какая у нас будет производить. От того, сколько нефти выдаст на рынок Иран. Оказывается, наше с вами благосостояние зависит от этого. Или Центробанк Европы даст грекам деньги, или не даст. Оказывается, мы тоже от этого зависим. Но, друзья, может быть, тогда должно быть стыдно за такую экономику, или за таких чиновников, кто управляет такой экономикой. Может, давайте менять. Вот, соответственно, в чем вопрос. И то, что мы сегодня с вами делаем, друзья, то есть как бы говорим, что, ребят, ну не хотите вы это сделать. Вот сегодня уперся бы какой-нибудь Медведев и сказал, что я не хочу, чтобы интернет развивался в стране, если бы он в 90-м году был премьер-министром. Сказал, не будет интернета в стране. И что? Интернет бы от этого остановился, не было бы мобильной связи. Это глупости. Вот точно так же, кто сейчас говорит, что мы не будем развивать Транснет, но это, друзья, Медведев, как премьер-министр, так же, как тогда президент страны, высшее должностное лицо, посмотрите наши сайты, он сказал уникальную вещь. Ребята, это и есть инновация, это действительно вещь. А вы деньги-то найдете? Мы говорим, да, друзья, мы не то, что найдем, мы их нашли, и мы делаем. И нам все равно, что, господин Медведев, ты об этом думаешь. Естественно, что если он сейчас поднимет все свои службы, которые спилили полигон после его поддержки в озерах, естественно, если сегодня сделают серьезные гонения, как в Литве, соответственно, естественно, что это несколько усложнит ситуацию. Но что добилась Литва, когда устроила гонение на Юницкого и на компанию? Ну, ушла компания из Литвы. Хотели строить технопарк в Литве, теперь будет в Белоруссии. И что? Литве от этого станет лучше? Пускай они как лизали жопу там кому-то, пускай дальше лизут. Не будет у них техноэкопарка. И не придут туда миллиарды инвестиций. Вот и все. А придут в Белоруссию. Придут еще в страны, которые будут это развивать. Поэтому здесь сейчас чиновники, которые будут стараться мешать, первый вопрос, на кого они работают? И второй вопрос, о какой цели вы ставите и что вы хотите достичь? Вот и все. Логичный вопрос, друзья. Я могу сказать, по-моему, абсолютно логичный. И поэтому, когда мы сейчас говорим, друзья, мы ни у кого ничего не просим. У нас к вам одно пожелание. Вы нам не мешайте. Не мешайте нам. Мы сами все сделаем. Это тот и случай, когда у нас идеальные взаимоотношения с нашим любимым государством. Вы не лезьте к нам, а мы будем делать то, что вам надо. Мы будем развивать территории, мы будем создавать миллионы рабочих мест, мы будем создавать благосостояние тех, кто в этом участвует. И все. Поэтому, если у вас хватит ума не мешать, это правильно. Поэтому сейчас я могу сказать, что больше и больше количества чиновников, политиков, они это понимают. И почему я вам сказал про Октябрьский форум, вы увидите на этом Октябрьском форуме очень много интересных, значимых людей, которые приняли для себя решение реально показать, что они поддерживают проект. Что это не просто пустые слова, а это реальная поддержка. Так. Ну вот, друзья, значит, я вам с точки зрения экономики тоже несколько, потому что я не мог не прокомментировать этот аналитический центр, потому что я знаю всех лично, кто там работает. Я с ними много общаюсь, мы много с ними, так сказать, где-то я в очередной раз позвонил, им сказал, что они ребята в очередной раз дураки. Потому что ничего не знают и ничего. А если хотите что-то узнать, я им сказал, друзья, почитайте мои доклады, которые я читал 10 лет назад на кафедре макроэкономического прогнозирования Высшей школы управления. То, о чем я сейчас говорю, и Алексей тоже мои статьи иногда скидывает, как бы смотрит, что вот как 10 лет назад это было написано, как 10 лет назад. Я читал лекции про увеличение ВВП в 5 раз за 3-8 лет. Сегодня мы эту цифру подняли до 10, потому что сделали более уточненные расчеты. Соответственно, друзья, мы это и говорили, и делаем, и ничего здесь не поменялось. И мы как говорили, что основным ресурсом будет пищевой лед, и холод, и освоение территорий, труднодоступных. Так это и сегодня происходит. Просто у нас сегодня подошло то редкое, уникальное время, когда мы можем еще не только об этом говорить, а это реализовывать. Еще один комментарий к Алексею. Он, конечно, 40 лет очень хорошо про евреев вспомнил, которые по пустыне бродили, потом время прошло. Но я приведу более приземленный пример, который вы тоже многие слышали, тоже должны знать. Это слышали такого изобретателя Морзе. Это который изобрел азбуку Морзе, два контакта, стучишь, и по проводам электрический топ передает сигнал со скоростью света. Чтобы было понятно, скорость света это 300 тысяч километров в секунду. А Земля в диаметре всего 24 тысячи километров. Поэтому фактически за секунду можно 10 раз не просто передать, а вокруг всей Земли этот сигнал. И когда он приходил и говорил, что это середина, начало 19 века, когда он приходил и говорил, что, друзья, от изобретения можно передавать информацию, надо только с помощью кода специального стучать, и информация будет со скоростью 300 тысяч километров в секунду передаваться. Ему, естественно, отвечали, зачем это надо. Если надо, посадили бойца на лошадь, он за неделю в любой конец Англии, Америки, за три месяца в любую точку мира отвезет. И зачем для этого строить провода? И интересная цифра. И посмотрите в Википедии, я специально сейчас это говорю. 36 лет он ходил со своим изобретением. 36 лет. Что было понятно, после некоторых, это Морзе, когда он скончался, он был один из самых богатых людей. И Англии, и потом уже Америки, как в Восточном бережье. Один из самых богатых людей. Когда это произошло? Когда возникли биржи? То есть, когда передача информации стала стоить очень дорогих денег, когда стали возникать финансовые узлы, и связь между ними должна быть мгновенной. Тут же вспомнили о том, что был какой-то изобретатель с проводами, который говорил, сказали, Морзе, иди сюда, начали строить, и вся эта пошла система. Потом проложили трансатлантический кабель, который уже из старого в новый свет передавал информацию. И это было очень дорого на тот момент, потому что кабель практически каждый месяц сорвался, его вложили заново. Вот, и этот процесс шел постоянным, но передача информации была необходимой. И, соответственно, это говорит о том, что когда время технологии пришло, то сразу ее подхватывают, в нее инвестируют, она развивается, и никакая сила не может ее остановить. Это маленький такой пример, но он очень наглядный. Так вот, соответственно, друзья, к тому, к чему мы сейчас подошли, и тот маховик, который уже раскрутился, который называется замена технологического уклада, и так цивилизационное развитие идет при смене укладов, его остановить нельзя. Его не может остановить никто. Ни Медведев, ни Обама, ни еще какой-нибудь чиновник. Этого остановить невозможно, потому что это естественно экономическое, технологическое развитие, и сегодня мы просто являемся его, ну, скажем так, воплощением, и то, что мы сегодня с вами делаем. И если это не будет делать Леша Суходоев, или я, или Андрей Хавратов, или Юницкий, то, друзья, изменить эту ситуацию уже невозможно. Поэтому мы сегодня с вами имеем фору, и фору благодаря тому, что Юницкий 36 лет создал интеллектуальную собственность, которую мы сегодня с вами имеем возможность капитализировать, запустить технологическое развитие, и, соответственно, получить те премии, которые нам сегодня полагаются за то, что мы пришли в венчурный, на первом этапе, очень рисковый проект. И, соответственно, при его развитии мы с вами вполне праве претендовать на то вознаграждение, которое сегодня выражено в тех дисконтах, в тех акциях, которые у нас сегодня есть, и в тех обязательствах, которые взял на себя Юницкий, и компания, которая сегодня выдаёт, потому что именно интеллектуальная собственность принадлежит ей, и именно эта компания будет строить и получать доходы прибыли от реализации этой компании, от этой технологии. А мы, соответственно, внедряя систему потребительского общества, мы делаем то, что участниками этого проекта на сегодняшний момент, это уже сотни тысяч человек, а в ближайшее время это миллионы людей, и я считаю, что абсолютно правильно, когда дивиденды от внедрения этой технологии будут распределяться между огромным количеством людей, а желательно, чтобы вообще между всеми жителями не только России, но и тех, кто сегодня подключается, то есть 44 страны, акционеры которых сегодня у нас в реестре, и, соответственно, это абсолютно правильно, и то евразийское пространство, и не только евразийское, соответственно, кто подключается сегодня, он становится обладателем того билета на экономический ковчег, народный экономический ковчег, который мы сегодня с вами, друзья, запустили. Поэтому «Строить Кайвей, спасай планету» это для нас абсолютная система, которая нам позволяет утверждать, что Transnet Group и Transnet, что мы объединяем мир, это не пустые слова, это наша работа, и что-то мне подсказывает, друзья, абсолютно, что мы с вами это сделаем. Ну вот, друзья, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Следующий в среду вебинар мы еще проводим с Алексеем также в среду, в 13 и в 20, а вот через неделю, 3-го, 0-3-го, у нас будет вебинар совместно с Академией макросознания Ларисой Артамоновой, потому что 5-го, то есть в среду, когда должен быть мы с Алексеем, будем в Минске, и я надеюсь, что у нас будут очень интересные репортажи, мы с ним готовим лопаты, будем закладывать первый камень и послания для будущих партнеров и акционеров Skyway, Skyway Invest Group, Transnet Group, то есть мы будем закладывать первый километр, первый камень, соответственно, в строительство дороги. Это, конечно, значимое событие, мы обязательно вам его покажем, мы обязательно поделимся своими соображениями, своими впечатлениями, и это, друзья, лично меня могу сказать, я вам показывал фотографии, я участвовал в строительстве первого полигона, и меня это не может не радовать, потому что это, друзья, на новом этапе, абсолютно новая работа, но она показывает развитие, движение и в конечном итоге цель и результат, который мы сегодня ставили, и который мы сегодня достигаем. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!